Всем привет, с вами Росиксон, и сегодня узнаем о крупном конкурсе рисунков со мной и Coin98 с призовым пулом более 13 тысяч рублей. А также расскажу о том, как сделать аккаунт в приложении Coin98, а также как пользоваться приложением Coin98, об основных его функциях, а если досмотрите видео до конца, то узнаете подробнее о моем конкурсе рисунков с призовым пулом более 13 тысяч рублей. Ну, а теперь начинаем с небольшой информации и статистики о Coin98. Более миллиона пользователей пользуются приложением Coin98 и доверяют свои средства. Монета Coin98 была выпущена в начале 2020 года. Для меня Coin98 это не просто кошелек, а целая экосистема. Тут можно хранить и управлять своими монетами. Каждый хочет хранить свои монеты в удобном и самое главное безопасном месте. И Coin98 идеально для этого подходит. А также приложение Coin98 обладает многими функциями, о которых скоро узнаем. Также в описании будет телеграм-канал Coin98 русский и мой телеграм-канал, в котором я говорю то, что думаю, что покупаю. Например, там я сказал то, что продал более 90% крипты при битконе 60 тысяч долларов. И там мы участвуем в 100% аирдропах за свапы. В общем, заходите, там очень интересно. Так, сейчас расскажу, как установить и зарегистрироваться в приложении Coin98. Его можно установить на Android и на iOS. Сегодня покажу пример на iOS. Зайдите в App Store или Google Play, напишите Coin98 и установите приложение. После открытия приложения выбираем язык, ну в общем, русский. Затем вводите свой адрес электронной почты и нажимаете продолжить. Вбиваем код с почты. Если есть реферальный код, то вбиваем его. Я буду благодарен, если вы введете мой код. Вы его сейчас видите. Спасибо. Дальше вбиваем логин, пароль. Запишите. Вот и все, мы зарегистрировались. На главной странице мы можем добавить или создать новый кошелек. Чтобы добавить или создать новый кошелек, нажмите добавить. Мы выбираем блокчейн и создаем кошелек. Если мы создаем кошелек, то нам будет показан ключ. Его нужно очень хорошо сохранить. Лучше написать на бумаге. И никому не показывать, так как тот, у кого будет этот ключ, будет иметь доступ к вашему аккаунту. Такс. И чтобы добавить кошелек, мы опять нажимаем кнопку добавить. Выбираем блокчейн. И нажимаем кнопку восстановить. Вводим имя кошелька с закрытым ключом. И нажимаем подключить все. В нем есть кнопка управления. Мы можем отключить свои кошельки. Или даже удалить. И многое другое. Кстати, например, QR-код. Для копирования адреса. И еще его можно переименовать. Сейчас я покажу вам, как отправлять и получать крипту. Приложение Coin98. Ну а перед этим, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Чтобы больше людей посмотрело это видео. Спасибо. Чтобы отправить крипту, нажимаем отправить. Выбираем крипту. Сколько мы хотим отправить. Правильно. Вводим адрес получателя. Или отсканируем QR-код с его адресом. Мы также можем оставить сообщение. Кстати, я это уже тестировал. Это очень интересно. И мало где такое есть. Кстати, комиссия тоже нам будет показана внизу. И мы также можем ее изменить. Скажем, сделать меньше или чуть больше. Когда мы заполнили все поля и проверили, то нажимаем кнопку отправить. А чтобы получить криптовалюту, нажимаем получить. Чтобы долго не искать нужную монету, сохраняем ее название и копируем адрес. Если полученная крипта не подключена, вы можете подключить ее, нажав на плюсик рядом. То же самое мы можем сделать с MultiChain NFT. Это практически так же, как мы делаем с другими криптовалютами. Просто вводим адрес и отправляем. В общем, довольно легко и мало где есть такие функции. А в Coin98, кстати, мы можем подключить целую биржу. Проведя пальцем влево. И внизу появится список бирж. Потом просто нажимаем на нужную нам биржу. Вводим название обменного ключа и секретный ключ. И все, мы подключили биржу. Кстати, Coin98 не запрашивает разрешение на торговлю и вывод средств. Просто отображает баланс на бирже в приложении Coin98. Проводя пальцем вправо, мы видим наше портфолио. Ниже мы видим рынок. Нажимаем и видим курсы и график криптовалют. Ну и другую статистику. И его можно настроить под себя. Обмен. Здесь вы можете обменять крипту. Просто выберите, что и сколько. Ну и подтвердите. Здесь мы можем менять монеты. Их много, более 200. И комиссия очень маленькая. Например, мы можем менять USDT на монету C98 или биткоин. И наоборот. Но нам нужно иметь немного BNB или эфириума для оплаты газа. А за обмен взимается небольшая комиссия. У Coin98 также есть браузер. То есть мы можем использовать различные депс. Десантарализованные приложения в крипте. То есть мы можем подключать к ним наш кошелек и взаимодействовать с ними. Я расскажу вам об этом поподробнее в будущем. О, да. Вы, кстати, можете нажать на настройки безопасности. И ввести пин-код на своем смартфоне. Или отпечаток пальца. Или идентификатор лица для доступа к кошельку. Это важно. Потому что доступ к вашему кошельку должен быть только у вас. Так, сейчас расскажу больше о NFT и о браузере Coin98. В Coin98 есть браузер. Это обычный браузер. Вы можете перейти туда по URL и так далее. Плюс есть браузер Google. Вы можете пользоваться им. В браузере от Coin98 очень много функций. Мы можем подключаться к любым депс-приложениям. Подключать свой кошелек и взаимодействовать с ними. Например, просто вводим в Google B-Swap. Заходим на сайт. Подключаем наш кошелек. И мы можем полностью взаимодействовать с сайтом B-Swap. Например, менять там монеты. Что-то стейкать. Участвовать в каких-то лаунч-пулах. В голосованиях. Покупать NFT и тому подобное. Это все очень удобно. Потому что в одном приложении Coin98 есть сразу все. А один из самых главных плюсов это the browser. Потому что можно пользоваться Web3 экосистемой. Которая только начала свое развитие. Но уже достигла таких успехов. Также в Coin98 есть и NFT-маркетплейсе. Такие как OpenSea и другие. Можно просто нажать на NFT и посмотреть полный список приложений. А затем выбрать тот, который нам нужен. И в той сети, в которой нам нужно. В общем, депп-приложений очень много. Это как кратчейн-мосты. Какие-то сваплки. Игры. Финанс, финансы, NFT, лаунч-пады, фарм, стейк, утилитис. В общем, очень много всего. Поэтому Coin98, я считаю, это лучший кошелек для мобильного телефона. Поэтому я его использую. А сейчас я расскажу о крутом конкурсе рисунков. Который мы делаем совместно с Coin98. Он будет на 100 долларов. А это более 12 тысяч рублей по настоящему курсу. Сейчас я вам расскажу условия для участия. Вам нужно создать рисунок, связанный с Coin98. Разместить пост в ВК с картинкой и хэштегами Coin98. И Coin98 рисунок. Вместе с вашим реферальным кодом приложения Coin98. Например, C98VS46. Ну, это в общем мой реферальный код. Если что, вы просто можете зарегистрироваться в приложении. И у вас будет этот код автоматически. Заполнить Google форму, где также будут полные условия. И награды. Первое место это 20 долларов за топ-1. И 15 долларов для второго и третьего места. И плюс 10 долларов для 5 счастливых участников. Как мы будем оценивать топ-3? Это качество изображения рисунков. Юмор, креативность и соответствие имиджу бренда Coin98. Все правила и условия. В общем, все призы будут объявлены и распределены в течение 14 дней. Все права вы передаете на рисунок организаторам. А также организаторы могут менять правила. Если что, полные правила будут расписаны в моем телеграм-канале. Переходите по ссылке в описании. И в Google форме. При заполнении надо будет все просто несколько раз проверить. И все. Примерно так. Спасибо за просмотр. Пишите ваше мнение о кошельке Coin98 в комментариях. И будете ли вы участвовать в конкурсе. Кстати, загрузите приложение. Вы можете по ссылке в описании. Используйте мой реферальный код. И тогда вы начнете использовать приложение Coin98 уже сегодня. Также вначале я показывал вам структуру, как это сделать. Если вы не поняли, то смотрите мое прошлое видео о Coin98, как я говорил, регистрируется. Если что, задавайте вопросы, я вам все объясню. Удачи и будьте аккуратны.